Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. На электронную почту двух учреждений образования Гомеля вчера поступили сообщения о минировании. Правоохранители и спасатели отреагировали, но информация не подтвердилась. В сообщениях от инеизвестных фигурировали гимназия номер 10 и средняя школа номер 67. К учреждениям образования направили наряды органов внутренних дел и другие экстренные службы. Они оцепили территорию и блокировали входы в здания. Специалисты саперно-пиротехнической группы ВЧ-5525 проверили все помещения. Взрывных устройств не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения об опасности проводится проверка. Выясняют все обстоятельства произошедшего. За прошедшие выходные пятницу в области произошли 4 пожара, на которых один человек погиб, еще один травмирован. Уничтожена одна единица техники. В субботу около полудня произошло возгорание в гараже в поселке Цегельня Гомельского района. В результате огнем уничтожены легковые автомобили «Форд Меркури» 1998 года выпуска. Повреждены стены в кирпичном гараже. Пострадавших нет. Основная версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Поздно вечером в пятницу поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Ленина Добружского района. К моменту прибытия спасателей дом был весь в дыму. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось задымление в доме. И у входа лежал мужчина без признаков жизни. Вероятнее всего события развивались следующим образом. До прибытия подразделения МЧС населением был вынесен из горящей комнаты мужчина 40-го года рождения, хозяин дома после осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть пенсионера. Пожар был ликвидирован спасателями. В результате пожара была повреждена кровать и пол в горящей комнате. Причина пожара устанавливается, рассматриваем версия «Неосторожное обращение с огнем при курении». Житель Ветковского района сумел самостоятельно покинуть горящий дом, но без травм не обошлось. В воскресенье около 3-х часов ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Шерстин. Хозяйка проживает в Гомеле, а в доме находился ее знакомый, 1983 года рождения. До прибытия спасателей мужчина самостоятельно покинул дом, но позже обратился за помощью к работникам скорой медицинской помощи. С термическими ожогами тела его госпитализировали. В доме уничтожено имущество, повреждено потолочное перекрытие. Вероятнее всего пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. А в Гомеле мужчина получил ожоги, упав костер. В субботу в 7 утра в Гомельскую городскую клиническую больницу номер 1 за помощью обратился человек с ожогами кистей рук. 21-летний парень ночью отдыхал вместе с компанией возле Волотовского озера и около 5 утра, оступившись, упал в костер. В результате получил ожоги рук и самостоятельно обратился за помощью. Обстоятельства сейчас выясняют правоохранители. Мужчина госпитализирован. В Жлобинском районе мужчина попал под грузовой поезд. Травмы оказались смертельными. Трагедия произошла 27 февраля около 5 вечера на железнодорожном подъезде Лукски. Предварительно установлено, что мужчина на протяжении дня до момента происшедшего употреблял спиртные напитки в различных заведениях города Жлобина. После чего, очевидно, направился к месту жительства пешком по рельсам в сторону города Рогачева. Данное происшествие имело место где-то на расстоянии около 14 километров от Жлобина в сторону Рогачева. Он шел пешком по пути навстречу приближающемуся поезду. Несмотря на подаваемые сигналы поезда, с данного пути не сошел. Было применено экстренное торможение, однако избежать наезда на данного мужчину не удалось. В результате происшедшего мужчина погиб. Погибший житель Рогачева 1988 года рождения. Проводится расследование. С начала года на железных дорогах региона травмированы 5 человек, четверо со смертельным исходом. Двое были в состоянии алкогольного опьянения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова